Уровень вот в этом году я проведу? В этом году я реально честный, потому что все участники были достаточно интересны. Для меня было около семи человек, которые реально были достойны победы, достойны представляли свои страны и было очень много достойных участников. В принципе, а как бы ты расположила рейтинг на свой пляж? Тяжело сказать, потому что в сравнении, как я слышала на репетиции, как было это все в прямом эфире, все это по-разному звучало, может быть, звук на экранах был по-другому, но очень тяжело сказать. Слово вы? Какое место дала? Наши девчонки, если честно, очень-очень сильные и очень обидно, что они даже в пятерку не попали, но я говорю, мое любимое число это шесть, поэтому они заняли шестой место. Они достаточно, они очень сильные и четкие, и если они будут так же продолжать в интеракте работать, у них все впереди, у них все получится занять все первые места в Евровидении. Как ты думаешь, почему все-таки, да, в Италии один из первой мест? В чем они победили? Мне кажется, да, это даже было связано с тем, что он был единственный мальчик на детском Евровидении в этом году. Я думаю, что его песня была более вокальная, что ли, хотя мне кажется, что конкурс детского Евровидения, это более какое-то шоу, представление и что-то, общая картинка вообще. А у него было, по моему мнению, только вокал. Я поняла. Хорошо, спасибо тебе большое. Спасибо, да. Мишки лучше, чем цветы, да? Да. Слушай, расскажи, пожалуйста, немножко, как вы объединились в трио? Мне очень интересно. Так получилось, что мы все стали побед... мы участвовали в музыкальном проекте «Музычная академия Евробачья». Мы стали победителем этого проекта и поняли, что мы просто с девчонками не можем конкурировать и быть конкурентами. И мы решили, что мы объединились в трио. А насколько вам тяжело было общие репетиции проводить? Вы же вообще из трех разных городов, разных разных стран. Ну, мы все съезжались в Киев, репетировали. У нас был каждый день хореография, вокал, актерское мастерство. Ну, вот так вот, каждые выходные, даже иногда приходилось, каждую неделю пропускать, иногда в школу. Вот приезжали в Киев и репетировали. А вы между собой соперничали все-таки для репетиции? Конечно, нет. Но тут целое, мы одно трио. По началу было немножко тяжело, но потом мы поняли, что мы одно, и у нас все получится, мы должны это сделать. Как вы друг друга подстроились? В смысле? Ну, подруг друга, да? У вас у каждой своей манерой исполнения. Ну, мы когда писали песни вместе с талантливым композитором Михаилом Никрасовым, у нас немножко разные стили, поэтому мы писали под каждый стиль, и песня у нас не однообразная, вот так вот и получилось, что, извиня, всем подошла. У вас вообще очень душевная песня. Спасибо. Вот как именно такая идея, просто приедем, она, и слухаешь, и просто добрый станет. Я бы такую песню убрала, такую идею. Ну, вот, как-то, и звезды снова, у нас было такое, что-то сказочное, мы хотели что-то сказочное писать. Что ты просишь? Ну, про то, что мы вообще песня, про то, что мы спасем людей, мы спасем планету нашу. И мы догадываем какой-то сказки, какое-то добро принести на землю. А там же украинские мотивы, да, такие украинские? Почему вы решили украину вспомнить так вот ярко? Ну, во-первых, это было бы даже не очень, это было бы даже странно петь веселую песню, когда в Украине не очень хорошая ситуация происходит, было бы немножко странно петь, как украинские мотивы. Поэтому вот решили такую сказку сделать, что поддержку как в Украине взять. Очень понравилось, организация шикарная, видно, что к тебе очень готовились, именно вас так долго ждали. Это очень приятно, когда ты видишь, что для 16 таких стран, вот такого вот взять, такой праздник, попасть в такую семью Евровидения, это не каждому дно, и это очень, на самом деле, приятно. Как там на Украину реагируют, да, в связи с нынешним конфликтом? Все было хорошо, все участники очень дружные, позитивные, очень классно пообщались. Со многими теперь поддерживаем, даже поддерживаем общение в соцсетях. Поэтому у нас все было классно, нам очень понравилось. Сонечка, а вас спрашивали там про Крым, про Лосток, были такие вот такие же девочки с Крымом, правда? Да, но Крым это, покажется для нас еще это Украина, и для национального отбора для нас это было Украина. И вот у нас пока что не было таких вопросов про Крым никакие. Я поняла. Как ты всегда планируешь дальнейшее развитие? Ну, конечно же, буду продолжать заниматься вокалом, хореографиям, актерским мастерством. В любом случае хочу связать свое будущее с творчеством, быть либо акфрицей, либо певицей, танцором. Ну, вот так вот буду связывать. Как ты вообще делаешь уровень конкурентов твоих? На самом деле в этом году были очень сильные участники. Как никогда из 16 стран, и все были очень-очень сильные, все понравились. Я даже не могу выделить, все вообще были очень классные. Ну, вот ты на первое место клуб поставила? Мне все участники понравились. Все песни очень интересные, классные, веселые. Это тяжело выбрать, особенно в этом году, потому что очень-очень-очень сильные участники. Вы когда исполняли свою песню, ты чувствовала вот клик в зала? Как он был? Я даже, я вам больше скажу, я после выступления плакала, потому что мне было очень приятно. Это отдача позитивных эмоций, когда ты заешь в зала, и он тебе возвращается. Это очень приятно. И я, да, я после выступления плакала, мне было очень приятно. Это просто не обидеть словами. И как после каждой нашей строчки, мы постоянно аплодировали. Нам просто это видна была поддержка зала всего. Если вот сейчас накинуть взглядом, да, весь путь, который ты прошла, это был сложный путь? Что было самое сложное? Ну, понятно, что это был нелегкий путь, потому что это были каждый день репетиции, подготовки. Но вот, когда мы попали в эту семью Евровидия, вот, наконец-то этот произошел для нас, в самом деле, праздник этот. Мы, в самом деле, очень были счастливы, потому что мы, наконец-то, могли уже окунуться в эту всю атмосферу. Это очень, в самом деле, классно, и мне очень понравилось. Я поняла. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. До свидания. Семья, для вас и вашей дочери? Очень тяжелый, правда. Это кропотливый труд, я не знаю, сила воли девочек, родителей всех. Ну, историю уже трио, я так понимаю, уже все знают. Это Симферополь, Харьков, мы из разных городов. Это поездки в Киев на подготовку. Это последние две недели проживания в Киеве. Это уроки на коленях, в машине, в поезде, как приходилось. Это работа над песней. Песня, на самом деле, красивая, но она нелегкая. И над постановкой, и слезы были, и радость была. Ну, не легко, вот, правда. До осени не легко, это все. Поэтому, я думаю, что вот тот позитив, который они поймали на сцене такого конкурса, я считаю, что это самый глобальный, самый масштабный конкурс, который можно придумать музыкально, биочески. Этот позитив, который они, энергетику, который они поймали на этой сцене, это вот им большой, большой такой вот, большая благодарность, большой бонус за все потраченные их усилия. Вы были же в зале, да, наверное, да? Конечно. Какая была реакция зала, энергетика в зале? Отклик на песню? Было два выступления, и когда первое выступление пишется для членов жюри, и вот когда первое выступление прошло, ну, например, София, она вышла со сцены и расплакалась. Мы не могли понять, что произошло. Что случилось, София? Она говорит, я поймала такую позитивную энергетику, а это меня растрогало, да что, я снова хочу туда. Вот, на самом деле, очень приветливо взвал, очень приветливо встречал. Ну, мы, конечно, подготовились, мы были все в футболках, трио-симфоник, у нас была масса флагов в Украине, и камера очень приятная была во время выступления наших девочек, оператор от украинского телевидения, и они на кран, вот, который с камерой повесили, огромный украинский флаг, и он летал просто над залом во время выступления девчонок. Супер, вообще внимания вот в Украине было? Очень много внимания, очень много внимания, очень доброжелательно, сочувствовали, но при этом говорили, что вот какие вы молодцы, что несмотря на то, что происходит, все-таки девочки позитивные приехали и дарят тепло, свое пресенье. Какие дальше планы, какие цели новые? Ну, честно, планы, ближайшие две недели отдохнуть, попасть маме на работу с Софией в школу, написать контрольную, сдать зачет и так далее, это мы подумаем, да, а потом мы подумаем, что мы будем делать дальше. Но в самолете она сегодня села в самолете, говорит, мама, какой следующий конкурс, как думаешь, когда мы едем? Так, пока думаем. Я Елена, мама Софии Туценко. Хорошо, спасибо, пожалуйста. Давайте вам, спасибо.